А теперь мы переходим к нашему завершающему, выступающему сегодняшнего дня. И я приглашаю на эту сцену Марию Калугину. Интрига. Проект Марии посвящен сегодня связью со стори-теллингом и задачей проекта потренироваться представить речь в виде истории. История М. Мария Калугина. Благодарю, господин ведущий. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, тостмастера, гости сегодняшнего вечера. История М. История Марии. Сегодня я вам расскажу о себе. В далеком 2011 году, когда я была успешным консультантом по красоте компании Мари Кей, у меня было много клиентов. Я очень их любила. Они любили меня. Мои доходы были высоки. И я с удовольствием выполняла свою работу. Это была моя любимая работа. Дни напролет я разговаривала с девочками о косметике, о пудрах, помадах, тенях, пилингах и кремах. А вечером я рассказывала, как правильно ухаживать за кожей и как грамотно носить макияж, чтобы выгодно подчеркнуть достоинство своей красоты. Но мой лидер бизнес-группы говорила, что нужно идти дальше, двигаться вперед. И что со статуса лидера бизнес-группы компании Мари Кей начинается самая интересная жизнь. И надо сказать, что я с интересом посматривала на своих старших коллег. Они делали то же самое, но получали доход в три раза больше, чем я на тот момент. Они носили такие великолепные, ультрамодные корпоративные костюмы, которые им компания предлагала каждый год. Надеюсь, девочки меня поймут. Пять лет статуса лидера бизнес-группы. И у тебя пять новеньких костюмов, которые ты не задумываясь можешь выбирать каждое утро перед тем, как отправиться на работу. И, конечно, быть за рулем розового облачка, так мы нежно называем корпоративный автомобиль Мари Кей розового цвета. Надо сказать, что в тот момент я чувствовала какую-то плату, плата такое состояние уравновешенности, удовлетворенности, когда ничего нового в твоей жизни не происходит. Я его назову маленьким болотцем. И тогда я подумала, вот оно. И подала осенью 2011 года заявление на выполнение квалификационной программы на получение статуса лидера бизнес-группы компании Мари Кей. Эта программа длится 4 месяца. И нужно в это время показывать высокие результаты своей деятельности. Это высокие продажи, приглашения и привлечения консультантов в свою будущую лидер бизнес-группу. Решение у меня возникло спонтанно, внезапно. Я подумала, ну вот точно пришел момент, когда нужно, не сейчас, так как даже еще нужно попробовать, хуже не станет. Я подумала, а что? Классы я прохожу, провожу замечательно. Продажи у меня великолепные, в бизнес приглашаю. Мне осталось только научиться проводить собрание бизнес-группы, газету выпускать и обучать новичков. И я принялась с радостью за дело. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не так все просто. Я стала проводить собрание, но у меня не стало время общаться с моими клиентами. Продажи стали падать. Я проводила обучение, но не находила новых клиентов. Это тоже сказывалось не лучшим образом на результаты моей работы. В общем, как-то стали сгущаться стучи над выполнением лидерской программы. И час от часу все тяжелее. Но я не сдавалась. Я допоздна проводила классы, проводила обучение. Одним ноябрьским вечером ночью уже возвращалась домой. Где-то примерно 11 часов ночи было. Было очень темно. Снега тогда еще не выпал. Земля черная. Деревья черные. Черное небо. Чтобы дойти от станции метро до дома, нужно было 10 минут пройти по пустырю. Было холодно. Поэтому я так при прыжку бежала. И уже представляла себе, как я возвращаюсь домой в тепло, ту, уют. Как передо мной появились 4 фигуры, темные фигуры. И вдруг костинка пропала. Открываю глаза через несколько минут. Чувствую, что у нас у соленая жидкость. Я лежу на грязной земле под деревом, недалеке от той тропинки, по которой шла. Скакиваю на ноги. Сумки нет. Понимаю, что ограбление. В сумке у меня были ключи от дома. Паспорт. Денег немного. Но важные документы. И косметики на приличную сумму. Я пришла домой. Муж мой открывает. У него расширяются зрачки. И не мой вопрос. Что случилось? Я говорю, меня ударили в переносицу. Но так ювелирно, что я отключилась на 2 минуты. И больше никаких травм у меня нет. Только переносица перебита. Из нее течет по лицу кровь. И расплылись два синяка под обоими глазами. Дальше все по сценарию. Вызов полиции. Травпункт. Заведение уголодного дела. Но что толку? Своих и грабителей-то я не видела в темноте. Значит, я опознать их не могла. Все произошло накануне выходных. День я просидела дома. Несчастная. В слезах, соплях. И думала, боже, ну почему так несправедливо? Почему, когда я решилась на такой важный шаг в своей жизни и карьере, мне Бог посылает такие препятствия, что сижу с разбитым носом дома. На следующий день мы пошли с супругом в магазин. Идем, и он мне говорит, Маш, мне кажется, люди думают, что я тебя бью. Может быть, ты посидишь дома несколько дней, пока не пройдут синяки. Но я решила по-другому. На следующий день, в воскресенье, я замазала синяки консилером, как могла. И они все равно были видны. И пошла на обучение своих консультантов. Это был переломный момент, когда я поняла, что того, что я хочу достигнуть, гораздо больше и важнее, чем те синяки, которые сегодня через день пройдут. А статус лидера, бизнес-группа останется со мной в будущем. И, оглядываясь на эту историю обратно, я вывожу для себя три главных морали. Первое, что когда мы ставим в себе цели и очень хотим их достичь, эта энергия желания дает нам возможность преодолеть все преграды на нашем пути, какими сложными бы они не возникают. Второе, что такое любимая работа? Почему она так для нас привлекательна? Это не потому, что она не содержит проблем и трудностей. Наоборот, она содержит еще больше проблем и трудностей. Просто она настолько нам хорошо подходит, что эти проблемы становятся решаемыми и достигаемыми в цели. И что приводит к нашему развитию, к нашей лучшей версии себя. И третье, что красота внутренняя гораздо глобальнее, мощнее, универсальной красоты внешней. Все, что мы говорим, делаем. Та энергия, с которой мы несем тот свет, они передают эту красоту, и она может восполнить недостатки физические. Большое вам спасибо. Спасибо. Мария рассказала нам историю о тех трудностях, которые она встретила. Я слушаю ее и понял, что те трудности, которые испытывал я, для того, чтобы сегодня прийти, открыть эту встречу, поглошить всех, они не что по сравнению с тем, что на самом деле бывает. И может быть, это будет являться хорошим мотиватором для того, чтобы нам продолжить дискуссию в перерыве, который случится через минуту. Спасибо. Спасибо.